Продолжение следует... 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 Николаша, обернись. Чего тебе? Дура! Какая же ты дура! Я люблю тебя. Любина, садись! С ума сошла со своей любовью. Николаша. Николаша. Скорая. Голова. Алло, алло, скорая? Срочно приезжайте. Что? КОНЕЦ Чего ты не ложишься-то в двенадцать почти? Ну что, опять Катя? Иди, открой. Мне без штанов неудобно. Мне без штанов неудобно. КОНЕЦ 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 Аль, ты? Я... Сломала под... Вышим... Подъездом. Аль, ты откуда? Ты из какой канавы? КОНЕЦ 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 И... Сначала бусиком ехала, потом... По-моему, отстала. А потом на перекладных эти электрички. Пешком, автостопом. Знаете, это правда говорят, что... Скупой дважды платит. В общем, я заплатила. Все до копейки. Оль, попей. Грация. А меня... Роба крали. О, да. И побили. Вон. Все, что удалось... Отбить. Румынский кожзам 30-х годов. Наверное, никому не нужно. Еще пара вещей. Я даже... Соне никакого подарка не привезла. А где она? Сапит там. Подожди, ты говорила, какая-то милиция. Ты же говорил, приезжай быстрее, нам ребенка заберут. Ну, видишь, держимся пока. А, я успела, да? Угу. Я просто, когда ты позвонил, у меня прям все упало внутри. Фу, а я пойду одним глазком. Не, ну, я чего угодно мог ожидать, там, мужа итальянского, там, шубу, норку, чемодан денег, ну, чтобы вот это вот... Ань, чего, вот так вот бывает? Там, Юрочка, всякое бывает. Спит. Я ее поцеловала, а она... Она даже не проснулась. Такая большая стала. Оболочки у них отросли. Она меня, наверное, не узнает. Я просто на себя в зеркало глянула, я такая стала страшная и старая какая-то. Да. Ты, Альбина, ты какая была, такая и осталась. Да, Анюта? Я тебя вспоминала там часто, Ань. Ты когда там была, такие фотографии присылала, с морем прям, там, деньжищи немеренные и шмотки. Я же думала, там эти евро на дереве прям растут, руки подставляют. Оказалось. Аль, ты успокойся. Сейчас уже все хорошо будет. Ты домой приехала, Сонечка, опять же, старого. Не волнуйся. Можно мне только это поесть, потому что я дня два не ела. Хлеба дай. Ой, спасибо. Грати, Анечка. Ешь, ешь. Грати, Юрик, я сегодня бутербродик сделаю, да? Вы меня простите, ради Бога. Потому что... Может чай? Пожалуйста. Поставь чайник. Спасибо. Ешь, ешь. Что? Альбина заявилась? Да. Я проснулась, когда Альбинка на Соню смотрела. Какая она страшная. Да к черту ее, ты понимаешь, что это свобода? Тсс. Тсс. Слушай, я теперь буду гулять с утра до ночи. Буду квас пить, в кино ходить. Наташка, может лучше на работу устроиться? Да устроюсь я на работу. Без всяких Генок устроюсь. К черту этого Генку вместе с его невестой. Да, он давно про нее говорил. Но я думала, он заливает. А это правда. У Перцова невеста. Да, такая маленькая. В половину меня. Щечкой его целует. Генчик, Генчик. Она ему совсем не подходит. Козел какой-то. Так это он тебе наедивает по телефону? Да. Я думала, Макс Ветриной. Перцов туда же. Но я думала, Генка все время будет под боком. Ну что, он-то никуда не денется? Да все они куда-то деваются, Наташа. Ну что? Ну что, не видишь? Валерий ко мне ни разу в больницу вообще не пришел. Ну не то, чтобы я ждала, но как-то. Козь, тут документы на развод приносили. Но мы не стали тебе говорить, ну чтобы не расстраивать. Ну потом число, на которое вас вызывали, уже прошло. Еще принесут, наверное. Должно. Или ты передумала? Или ты передумала? Анюта, если Катя там все капли не допила, накапай мне, пожалуйста. Кост. Себе накапай Ой, мне, наверное, нельзя То есть Ни к чему мне это Наверное, надо поспать Только где? Да ты ложись, Салька Я здесь даже в кладушке лягу Да Даже страшно в сне не могло присниться Что буду спать с Альбиной Да, дом в диване Надо квартиру побольше покупать Хотя Нет, это дельная мысль А что хотя? Да нет, ничего Сын, как и обещал Копия моего завещания Ты говоришь это таким тоном, что я почти испугался Прошу не иронизировать Обрати внимание на вторую страницу Там есть любопытный пункт Значит, кроме женитьбы на Рамине, рождения наследника Я еще должен вернуть нашу Камиль на ее законное место? Да, в этот шкаф Обязанность каждого поколения Гаральди Не только сохранить семейные реликвии и ценности, но еще и приумножить А мы с тобой этого не смогли Если бы я не был болен, я бы вернул Камею И тебя об этом не просил Чертова коляска Я же не сижу сложа руки Я тебе рассказал, что я предпринял для поисков Камею Это ни к чему не привело А время уходит И меня не волнует Как ты ее вернешь? Нанимай детективов Посылай людей Хоть сам поезжай в этот город Вечно забываю эти сложные названия Ружанск Ружанск Николаш Николаш Чуть-чуть-чуть, я здесь Я здесь Дай, пожалуйста, руку Спи Спи Субтитры сделал DimaTorzok Нельзя ее одну оставлять Скорая приезжала, обкололи ее, перебинтовали, кровище было Горе, 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 горе Бросал бы ты ее, сынок Как? Как? Она меня ни на шаг не отпускает Всю ночь я за руку ее продержал Мне на трек надо, мне тренер голову открутит Бать, пришли ко мне кого-нибудь У вас там все-таки на роду Ну что ты, мама, 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 мама Вот мама, иди к маме, иди к маме Вот мама, иди к маме Мама, вот ты забыла что ли? Мама, давай, мама Мама, ну, ну на меня посмотри, мамыш, ну что вы Что нас ребятка сделали, пока меня тут не было Сама это родная истать не может Это что за шум-то с утра? Доча А ты что, тоже плакала что ли? Тебе показалось Все, пост сдал, пост принял Я пойду, а то из этого карцера не выйти уже Походи Ёк, я не знаю, как тебе сказать-то у меня На какой козетке к тебе подъехать? Не-не-не, давайте сами Все Нет, слышь, Натах, это у Катьки там совсем плохо Она же тебе там все это перерезала Коля говорит, что там кровище было, там скорая приезжала Вот дура, а Нет, она, конечно, дура, это все понятно Но ей надо как-то помочь, что с ней посидеть надо Ну что, мы не люди, что ли? Ну раз ты люди, так ты с ней сиди сам Я не могу с ней сам Потому что, вот ты видишь, в каком состоянии Альбина Надо, чтобы она как-то адаптировалась Так пусть идет домой и там адаптируется Не может она домой Там это, тетя Валя все оккупировала Я не поняла А она что, жить здесь будет? Ты ее сначала на педикулез проверь На в шесть, что ли? Ты совсем Иди Катьку, говорю, спасать А ты не Катьку, ты брат своего, спаси Всем все ясно? Ребята, на старт Внимательно отрапливайте, пожалуйста Ростик Глазаров, где? Домой мотал, ночью еще Ах, стервец, я же его не отпускал Да плевал он на ваши запреты, тренер Ну, без обид только, да? Ах, говнюк, а, талантливый Бабы его погубят Спустят свою жизнь в трубу Или куда дальше? Валентин Витальевич А что, если ваш любимчик не приедет? Тогда что? Во-первых, любимчика у меня нет Ну да Ну а во-вторых Если Назаров все-таки не приедет Твой шанс на Германию тогда будет почти сто процентов А если приедет? Пятьдесят на пятьдесят 50 на пятьдесят Субтитры asp gust Субтитрыkk eso� Поставил GardSoft Аня! Аня! Привет! Здравствуй! Я тебя зову-зову. А ты чего такая бледненькая? Да всё хорошо у меня. Ты проверялась? Проверялась или нет? Нет, не проверялась. А надо пойти и провериться. Не надо. Так. Послушай, давай... Аня, ты взрослый человек. У меня все хорошо. У меня все бледнее и бледнее с каждым днем. Значит, я тебя поведу как маленькую проверяться. Ну что это такое? Почему я должна заниматься вообще такими вещами? Взрослая девочка. Пойдешь, она так миленькая. Пойдешь. Папа, я устал. Я больше не могу. Ты чего? Сдох турист. А? Я хочу домой к маме. А ты знаешь, а я бы еще на денек остался. Побродим? А? Как думаешь? Давай, рецепт побоем. Пошли. Но если ты тесту не веришь, то мы послушаем, что врач скажет. Аппаратура тут должна быть очень хорошая. Слушай, ну как это? В Ружанске и частная клиника. Шесть лет назад мы о таком вообще мечтать не могли. Правда? Смотри, людей никого нет. Это тебе не в очереди сидеть в районной поликлинике. Я не могу, я пойду. Аня, сядь. Сядь. Ну вот чего ты боишься? Чего? Я не знаю, может тебе вообще доктор скажет, что у тебя ранний климакс. Я тебе серьезно говорю, я читала в книжке. Ранний климакс может быть в 35 лет. Все, спокойно. Сидим и ждем. Дождемся вердикта и пойдем. На радостях напьемся. Бабына, подруга? Слушай, а может это правда? О-о-о. Так, я пойду тебе водички принесу. А то у меня ощущение, что вообще в обморок сейчас хлопнешься. Жди меня. Подождите минуточку, я выпишу вам направление. Да, хорошо. Здравствуйте, Анна Семеновна. Здравствуйте, Ирина Николаевна. А вы... Плановый осмотр. Да, у меня тоже. А этот врач, он хороший? Сама первый раз. Я тоже. А вам сказали подождать? Да, должны направление выписать на анализы. Где вы еще встретились? Да. Зато погода сегодня хорошая. Ирина Николаевна, вот это вам нужно сдать завтра обязательно. С восьми часов утра. Ой, так много. А без этого никак? Нет. У нас серьезная клиника. И я отвечаю за ваше здоровье. И потом, мне не хотелось бы, чтобы ваш муж предъявлял нам иски. Я поняла. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Вы ко мне? Заходите. До свидания. До свидания. Тюрик! А кто у вас замуж выходит? А? Кто? Это Анька за меня замуж выходит. Я поздравляю. Причем я тебя чин-чинарел все. С костюмом, с платьем, с кольцами. Так что вовремя приехала. Прямо на свадьбу. Так счастье-то какое. Этим и жила. Значит, срослось у вас все, да? Семья мною разбитая, соединилась. Поздравляю. Аль, ну ладно, ну не лезь в бутылку. Ну ладно. Да нет, ну что, 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 что было, то было, прошло. Ты, главное, Сонечку хотя бы на себя запишешь? Не, ну ты что это за дурацкие вопросы-то задаешь? Конечно, я запишу Сонечку на себя, и будет она Софья Юрьевна Назарова. Как благородно звучит так. Она очень благородна. Клент дура была. Ты, Кожа, себе платье купила. Красивое. Радовалась так. Мечтала. Ты его взял, порвал. Сказал, что не любил никогда и не любишь. И так просто жалел. Ну ты вспомнил это. А такое, Юрик, не забывается. Пойду я. Присаживайтесь. Ну что, милая моя, будем рожать или как? Как рожать? А может быть, у меня ранний климакс? Вы что, издеваетесь? Четкое сердцебиение. Один плод. Ну пол, к сожалению, не виден, но... Как же так? Ну ладно, молоденькие девочки приходят. Но вы-то трое детей. И вы не поняли, что вы беременны? Ну, со старшей это было давно очень. А потом у меня двое не родилось. И там все ясно было. Ну вы правильно сделали, что выбрали нашу клинику. Мы обслуживаем солидных бизнесменов. Их семьи, жен. Вы почему такая расстроенная? Муж не хочет ребеночка? Или вы одна? Я не знаю, как ответить на наш вопрос. Вот, Клава, свадебное меню. Спешу я, Прохор Петрович. Напросился к начальству на встречу. Да успешно и к своему начальству. Электрички каждый час ходят. Тут дело поважнее. Садись. А почему вот такие порции маленькие? Вот, вот, вот в корень зришь. Порции тьфу. Смотреть не на что. А цены в космос полететь. Вот жалей ее, Прохор Петрович, что связалась с вами. Вредный вы все-таки клиент. Если бы не Анна Семеновна золотой души человек, уже бы отказалась давно от вас. Ну ладно, что ты завелась. Ну что? Будем пробовать. Раз принесла, не пропадать же добру. Так, ну с чего же начнем? С чего? Как положено у людей. Закуски. Только я на двоих не рассчитывала, так что делитесь. Так что тут делить? Эти порции воробьиные. Начинай ты, Клава. Ты молодой. Может, выживешь. Да из чего? Это у нас мяско. Руки убери. Ишь, устроился. Я главный заказчик. Это что у нас? Французское мясо? Да. Угу. Нет, Главка. Это не французское мясо. Это спецзаказ. Угу. Семь разжуют, а восьмой глотают. Блин. Да у вас зубов нет со времен революции. А мясо виновата. Ну, чё, Клав? Годится. Мне всего на свадьбе. По три порции. Ладно. А не объешься. Спасибо. Я спешу. Ну. Слушай. Тут мне людей накормить надо. А люди что любят кушать? Они любят котлетки, голубцы, рыбку жареную, холодец наваристый. Поняла, повариха? И чтоб всего этого было с излишком, чтобы мне перед людьми глазами не хлопать. Поняла. Не трожьте уж. Да здорово, пой! Под ноги смотри! Восьмой хлопнула. Ой. Хоть бы до свадьбы дотянула. Не смотри под руку, ткань испорчу. Колька сказал, глаз тебе не спускать. А ты вон ещё ножницы потребовала. А кто же за меня платье дошьёт? Только не надо на меня зыркать, как на сумасшедшую. А я вообще не понимаю, зачем тебе платье дошивать. Колька же тебя бросил. Ты же из-за этого вены порезала. Ножницы на базу? Смотри на тебя, Катерина, и думаю. Ты что, серьёзно собираешься удержать брата своими закидонами? Да. Коля поймёт, что я ради него готова на всё. А ты сомневаешься? На, вот здесь отрежь. Где? Вот здесь. Слушай, Наташка, а может тебе свадебное платье пошить, а? Я могу по старой дружбе. Если оно тебе понадобится, лет через пятьдесят. Или ты думаешь, что твой Перцов на тебя раньше женится. Пошла ты, родственница. В великое счастье замуж выйти. Это для таких дур, как ты. Ты, зачем я согласилась посидеть с тобой? Да ладно, остынь. Возьми, вон журнальчик почитай. Красивый домик, правда? Я о таком мечтаю. Два подземных гаража, бассейн, зимний сад и камин. Да, губа не дура. А ты что, думаешь, он на тебя с неба свалится? Или нет? Ты, наверное, его решила на стипендию купить. Какая же ты глупая, Наташка. Этот домик мне купит мой муж. А по совместительству твой брат. И не где-нибудь в Ружанске. А в Германии. Так что я тебя потом приглашу к себе погостить на недельку-другую. Если будешь себя хорошо вести. Ну да. Ради такого дома можно не только вены себе порезать, да, Катя? А ну, отдай журнал. Зря я тебе показывала. А я вижу, у тебя все по плану. Только ты смотри, не просчитайся. А ты за меня не переживай. Сынок! Что, не спал? Спал. А глаза что красные? А это мне что-то в глаз попало. Я водой промывал, вот и покраснели. Что ты мне заливаешь? Валентин Витальевич, я в свое время проспал. Можно я шило во время возьму? Нельзя. Жди теперь свою очередь. Наказываете? Ну, ты как думал. Запретил тебе в вазу покидать? Я думал, так домой мотнусь на пару часов и вернусь. А получилось. Твою мать, ты что творишь? Не могу я по-другому. Человеку было плохо. Человек это баба. Это невеста моя. Вы на соревнованиях познакомились. Колька, Колька. Смотри, чтобы не пришлось расплачиваться за свои поступки. Ты когда диссертацию свою защищать собираешься, а? К осени собирался. А при чем тут моя диссертация? К тому, что у меня снова не хватает учителей. А ты куда своих баб подевал? Я их помню. Хорошие учителя были. А ну, забирай, забирай отсюда. Вот когда сядешь на мое место, вот туда, в кресло, вот тогда поймешь, как тяжело учителя хорошего добыть в деревню. А с чего я буду там сидеть? Как с чего? Потому что я тебя туда рекомендую. Сидеть! Вы это серьезно? Еще бы! Уже и документы наверх ушли. Я тебя там так расписал, что хоть самим министром сажай. Вы даете, Иван Серафимович. Куда мне? Ну, и не перечь, справишься. Да не умею я по кабинетам и кулаком стучать. Вы же знаете. Да, да, да. Не боги горшки обжигают. Да и потом, ты не волнуйся. Я тебе по-стариковски и проконсультирую, и помогу ты ко мне, и звони запросто, и заезжай. Все равно я один. Вон у меня, видишь, кроме попугая и цветов ничего нету. Всю жизнь учил чужих детей. А вот на старости лет один. Птеродактиль без потомства. Да ладно, чего ты там? А то я не знаю, как вы меня за глаза называете. А может, останетесь? С кем я теперь ругаться? О, нашел причину. Я скучать буду, Иван Серафимович. Да и я. Ты знаешь, ты давай иди, а то я еще по-стариковски слезу пущу. А мне нельзя, я при должности еще. А может, пока начальник, подкиньте пару банок краски? Чего? Вот ты аппарат. Ну и технику делают, понимаешь? По Ванне жутко соскучилась. Мы с ним впервые расстались. Хороший у вас мальчик. Послушный. Как-то на душе мне неспокойно. Да потому что нехорошее дело вы затеяли, Ирочка. Ох, нехорошее. Что затеяла, то затеяла. Сдам анализы на один день в клинику, и никто ничего не узнает. Ваня! Ваня, ты где? Ванечка, отзовись! Ваня! Это не шутки! Скоро стемнеет! Хватит прянуть! Ах, чёрт! Ах, как зашло нога! Не подойду! Если не хочешь домой к маме, я сам пойду. Хватит прянуть! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok